Я вас приветствую дорогие друзья автомобильные энтузиасты и сегодня в этом новом выпуске дневника Маздовода мы попытаемся замерить компрессию на моем автомобиле Mazda RX8 со стандартным роторным двигателем. Надеюсь у нас все получится, вообще замер компрессия это полезная процедура, показания нужно знать, чтобы следить за здоровьем вашего роторного двигателя, в общем как медосмотр, вы же ходите наверное иногда делаете КГ и еще что-то в этом роде, чтобы следить за своим моторчиком, также это необходимо делать вашей подопечной, особенно с роторным двигателем, за которым нужно внимательно следить. Поэтому сейчас перейдем к списку инструментов, которые нам потребуются для проведения этой процедуры. Здесь в принципе ничего необычного и ничего супер нестандартного в целом нет, кроме пожалуй одного прибора. Домкрат, чтобы поднять наш автомобиль и снять колесо, дабы получить доступ к нашим свечкам, которые нам необходимо будет выкрутить свет. Без него никуда. Собственно говоря ключ с удлинителем и с карданчиком, чтобы выкрутить свечи. Про колесный ключ я думаю комментарии излишни. И самое главное это вот это, специальный роторный компрессометр. Повторюсь, это специальный прибор для измерения компрессии в роторном двигателе. Это прибор не для атмосферников. Он разработан в США, я заказывал его с ebay. Фишка его в том, что, во-первых, он компактный и удобный. Относительно недорогой, его можно использовать в коммерческих целях. Ну и ко всему прочему, он умный. Чтобы не сидеть потом с роторным калькулятором и не высчитывать нормализованные показания, напоминаю, что компрессия роторного двигателя должна быть приведена к 250 рпм. То есть сколько проворачивается, крутит наш стартер, проворачивает наш коленвал, оно должно быть подведено вот к этому параметру. 250 рпм. Если вы меряете компрессометром для стандартных поршневых двигателей, или у вас нет вот такого умного прибора, вам потом придется с помощью специального калькулятора, так сказать, привести под 250 рпм ваше вычисление, чтобы получить истинные показатели вашей компрессии и понять, есть у вас проблемы или нет. Собственно, этот прибор делает это за вас. Он выведет на экран, но должен, я им еще не пользовался. Уже готовые нормализованные данные, данные, которые он первично получил, да, еще до вычисления вы тоже, безусловно, увидите. В общем, он удобен, надеюсь, да, на нем даже есть краткая инструкция для того, как нужно производить замер компрессии. Попробуем его в деле. Вроде как, благодаря вот этим всем удлинителям для сенсоров, возможно провести эту процедуру одному, сидя в автомобиле. В общем, я так же, как, наверное, некоторые из вас буду делать это впервые, посмотрим, получится у нас что-то или нет, и обрадует ли меня мой автомобиль, или разочарует. Даже несмотря на то, что пробег у меня всего 16 тысяч километров. В общем, поехали дальше к следующим процедурам, которые необходимо соблюсти. Прежде всего необходимо прогреть наш двигатель до рабочей температуры. Это принципиально важно, потому что необходимо исключить, так сказать, кое-какие недочеты, да, которые возникают при запуске на холодную. Если двигатель холодный, масло густое, мы можем получить более высокие показатели компрессии, чем они есть на самом деле. И, собственно говоря, этим мы себя обманем. А поскольку мы хотим знать правду, принципиально важно прогреть автомобиль, двигатель до рабочей температуры. Это вот как раз тот момент, когда у автомобилей и у двигателей роторных, которые начинают потихоньку умирать, начинают появляться проблемы. Поэтому на горячую, болеющий, хворающий роторный двигатель пускается заметно хуже, чем на холодную. Ну, в общем, в принципе, это логично. Поэтому первым делом прогреваем мотор. Следующий шаг состоит в том, что нам необходимо не допустить запуска двигателя во время замеры компрессии. Нам не нужно, чтобы у нас машина завелась, да, она должна у нас поворачиваться, так скажем, в холостую. Для этого есть два способа. Мы можем открыть наш блок предохранителей, который расположен под капотом, и убрать вот этот вот самый верхний левый синий предохранитель, и вот этот вот желтый предохранитель посередине вот в этом небольшом блоке. Собственно, это способ номер один. Способ номер два – это добраться до вот этого датчика и отключить его. Он именно, грубо говоря, своего рода выполняет роль датчика положения коленвала, да, в обыкновенном автомобиле, ну, или эксцентрикового вала в случае с роторным двигателем. В общем, я воспользуюсь данным, так сказать, способом. Сниму вот эту фишку, и наш двигатель не должен будет запуститься, когда мы будем включать стартер для замеры компрессии. Выбирайте тот способ, который представляется для вас наиболее удобным, но предпочтительней вообще вроде как вот этот. На определенных этапах процедура замеры компрессии повторяет собой процедуру замены свечей. То есть нам необходимо снять колесо, предварительно закрепив машину на нашем домкрате, да, Затем мы убираем вот этот вот защитный пыльник, который закрывает нам доступ к нашим свечам. Вот они у нас там вдалеке. Мы видим секцию одну, другую, высоковольтные провода. Поэтому берем наш ключ с карданом и удлинителем, и следуя инструкции производителя роторного компрессометра, выкручиваем обе верхних свечи на первой и второй секциях. Обе. Замерять будем в каждой по отдельности, но акцентирую свое внимание, что выкрутить нужно обе свечки. Если вы видели видео по демонтажу свечей, приступаем, там ничего сложного, скидываем наши высоковольтные провода, выкручиваем аккуратно свечи, не повредив их, а дальше будем уже пробовать замерять компрессию. Переходя далее и следуя инструкции производителя роторного компрессометра, мы должны вкрутить наш сенсор. Вместо любой из верхних свечек выбираете секцию, которая вам больше нравится для первого замера и вкручиваете вот этот вот сенсор вместо свечи. Аккуратно, никаким ключом затягивать не нужно, только от руки. Ни в коем случае не используйте никакие ключи. Тядесть это в принципе не очень возможно, но с дуру можно сами знаете что сломать, поэтому без переусердствования. Я вкрутил сенсор вместо верхней свечи на моей ближней к салону секции, затем с помощью удлинителя, который есть в комплекте к прибору, собственно говоря, подключил. Теперь мы можем переместиться в салон, кабель довольно длинный, и следуя инструкции на экране, пробовать замерять компрессию. Я переместился в салон и сделал уже первый замер. Для того, чтобы его произвести, необходимо повернуть ключ зажигания, выжать педаль газа до упора и крутить стартер до тех пор, пока нам показывается шкала на нашем приборе. Как только она будет полностью заполнена, вы перестаете это делать, и выводятся показатели. Вот они на экране. Моё реальное вращение было 246 у стартера. Напоминаю, что показываться всё должно при 250 RPM. Прибор этот умный, он сам нормализует до этих показаний. Собственно говоря, сейчас перейдём мы к ним. Вы видите, он здесь показывает в разных величинах, кому как удобно, в PCI, в барах. Вот это то, что у нас было. Это скорректированное 111, 116 и, по-моему, 108. Сейчас дождёмся очередного появления цифр. Это скорректированные до 250 оборотов в минуту вращения. Вот они, да, 111, 116 и 108. Это то, что является истинными показателями вашей компрессии. Хорошо это или плохо, мы сейчас обратимся к умной книжке, которая идёт в комплекте к прибору, и посмотрим, хорошо ли у нас дела. Или нужно задуматься о ремонте двигателя. Надеюсь, нет. Я вернулся к инструкции по этому прибору. И здесь есть такой небольшой заголовок о том, какие показатели хорошие или нет. Я напоминаю, что у нас 105... Ой, нет, это не нормализованный. Вот 111, 116, 108. Что является усреднённо очень хорошим показателем. Вот от 119 до 110. Вообще, то, что выше 120, это эксцелент вообще прям идеально. У нас вот, грубо говоря, мы вписываемся в целом вот в эти вот параметры. Можно сделать несколько замеров, да, и посмотреть, как цифры меняются. В общем, здоровье моего двигателя, ну, мы, правда, пока одну секцию замерили, оно очень хорошее. Может быть, если я ещё понаваливаю, да, как следует, потому что обычно я езжу довольно медленно, и на низких оборотах это не полезно для роторного двигателя. Его нужно крутить, чтобы освобождать от вот этих вот отложений карбоновых, которые образуются в секциях, которые мешают свободно двигаться нашим ножам, да, так называемым апексом, вот, из-за этого, может быть, есть вот какое-то такое упущение. Друзья, у меня, к сожалению, села основная камера, буду вынужден продолжать снимать на телефон. В общем, второй замер я тоже произвёл, он был в первой секции. Там компрессия получилась примерно такая же, как во второй, чуть-чуть пониже. Вот, что-то в районе 111, 113 были показания, 105 и 107. Вот, я сделал там пару-тройку замеров, они примерно все одинаковые. Вот, поэтому сейчас с верхними свечками мы закончили. Сейчас попробую произвести замеры в нижних, это тоже допустимо, это тоже возможно сделать. Таким вот образом, перешёл сейчас к ним, точно так же снял высоковольтные провода. Сейчас выкручиваем обе нижних свечи и поочерёдно в каждой по отдельности замеряем компрессию, смотрим на цифры и записываем, фиксируем это. Рекомендуется где-то сделать порядка двух-трёх замеров в каждой из секций. Потом по уму вообще с помощью, опять же, специального роторного калькулятора можно привести это всё, так скажем, к общему знаменателю из этих трёх замеров, вывести один, самый верный, самый точный, который скажет уже наверняка всю информацию о здоровье вашего двигателя. Мне, по крайней мере, просто важно убедиться, что здоровье двигателя в порядке, поэтому, возможно, я так заморачиваться не буду. Переходим, грубо говоря, и в общем говоря, к замеру по нижним свечкам в каждой из секций. Поехали. Я перешёл к нижним дожигательным свечкам, и вот такие показатели я имею сейчас на первой секции. Это показатель, который с моей скоростью стартёра 260. Вот это нормализованный, 118, 109, 111. Это очень даже отлично. Что ж, я закончил замеры, вернул на место свечи, закрутил их сначала от руки, потом где-то на четверть, на полоборота ключом. Не переусердствуйте с этим никогда. Ну и не перепутав провода высоковольтные, размещайте их тоже на своих местах. Теперь нашим следующим шагом, это вернуть наш штекер датчика положения эксцентрикового вала на место, чтобы произвести контрольный запуск двигателя после замера компрессии. Вернувшись под машину, защёлкиваем обратно вот этот штекер. Обязательно до щелчка. Убедитесь, что он надёжно занял своё место. И всё, теперь автомобиль готов к запуску. Можно возвращаться. Друзья, в качестве завершения всё-таки пару слов о приборе, который я сегодня использовал. Около двух лет, наверное, назад я его покупал. Он тогда как раз обновился после предыдущей версии. Стал сам подгонять всё под 250 RPM, чтобы не приходилось с калькулятором потом высчитывать. Это очень удобно, здорово и полезно. Доволен очень устройством, легко им пользоваться. Есть инструкция на корпусе, есть распечатка без сложных терминов, хоть и на английском, но там всё ясно чёрным по белому. Удлинитель, чтобы всю работу выполнять самому, без помощника, сенсор со сменными кольцами уплотнительными на будущем, батарейка и тряпка по уходу за сенсором. Всё это в комплекте, то есть plug and play, как говорится, вкрутил, замерил и зафиксировал. Всё очень удобно. Единственное, жаль, что памяти показаний нет. Нельзя просмотреть историю своих замеров. Нужно сразу же куда-то в тетрадку или в заметке в телефоне фиксировать, чтобы не забылось и не потерялось. Считаю, что необходимая штука для каждого рыксовода, особенно если живёте где-то не в столичных городах, замерить негде и не у кого специальным компрессометром. Вот такой приобретаете, радуете себя и друзей, если они у вас есть. Можете денежку с них ещё за это брать. Может быть, когда-то окупится. В общем, такую иметь в рыксовской аптечке полезно. Каждый сезон при замене свечей просто берёте, делаете замер и следите за здоровьем своего двигателя роторного. Как будто бы сами на ЭКГ, в общем, сходили. Практичная штука. Она стоит того, чтобы приобрести и быть спокойным. Ну или вовремя подсуетиться для какого-то ремонта. Ссылку, если найду, попробую оставить, потому что, разумеется, это не интеграция никакая. Куда там, да, с нашим количеством подписчиков и так далее. В общем, в пользу всё для вас. Приобретайте и применяйте. Это нужно. Ну вот, собственно, это то, что касается данного прибора. А по нашим работам по автомобилю в целом, я считаю, всё было понятно, всё закончили. Колесо поставили, с домкрата сняли. Перед этим предварительно обязательно вернули на место предохранители, если вы использовали этот способ отключения, подачи питания, топлива. Или датчик, ну, не коленчатого вала, эксцентрикового вала, да, тоже вернули на место штекер, чтобы всё заработало и произвели контрольный пуск. Все пыльники, все высоковольтные провода на месте. И теперь автомобиль готов дальше к покорению дорог. Ну, собственно, я выводы из тех показаний, которые я получил, сделал. В целом, со здоровьем автомобиля всё хорошо. Единственное, что, возможно, нужно сделать раскоксовку. Уже 16,5 тысяч пробега. Видно, как быстро приходят в негодность, ну, загрязняются свечки. Вот, поэтому, значит, может и в моторе где-то какие-то отложения есть. Для этого нужно придумать, как раскоксовку произвести, потому что знаменитый CFOAM из Америки к нам не возят никак. То есть, жидкости в баллонах через eBay привезти, к сожалению, нельзя, запрещено, собственно, как и масла. Поэтому придётся искать какую-то альтернативу. ВД-шку я мешать не буду, это какой-то спорный способ. Будем выкручиваться. А в остальном, в общем, закончили с этим на сегодня, с замером компрессии. Надеюсь, для вас это было полезно. Конечно, кто хочет, может использовать стандартные компрессометры, но там большая погрешность, вряд ли они вам какую-то большую правду скажут. Ну, так приблизительно, волноваться или нет, вы, наверное, сможете, да, какое-то представление получить. Но всё-таки рекомендую обзавестись вещью профессиональной, иметь её у себя в гараже. На этом откланиваюсь. Всем счастливо. Оставайтесь на нашей автомобильной волне. Заглядывайте на этот каналчик, надеюсь, уютный. Есть здесь, может быть, для вас какая-то полезная информация. Всем пока. Спасибо, что оставались сегодня с нами. Увидимся в следующих выпусках дневника Моздовода. Всем пока. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok